Сегодня 5 февраля 2014 года. Презентация второго российского винного гида. Вина в России становится все лучше, более качественным, более высокого уровня. И, соответственно, мы видим, какое количество людей пришло на данное мероприятие. Поэтому я желаю приятной дегустации и приятного проведения времени. В прошлом году винный гид, вот у нас был такой, многие его получили, кто-то его приобретал. В этом году мы поменяли формат полностью абсолютно. Он стал больше, он стал более, скажем, приближенный к сегодняшнему дню. В винном гиде активно приняли участие практически все виноделы, которые есть у нас в южной части России. Хотелось бы сказать в первую очередь огромное спасибо всем, кто участвовал в данном проекте. Я думаю, что все, что мы отразили в гиде, это максимально честно и максимально открыто. Все знают, что гид, который был сделан, именно авторский гид 2013-го, так и 2014-го, он абсолютно независим ни от кого. Многие могут обижаться, но я говорю следующее, что когда вы сделаете действительно то вино, на которое можно обратить внимание, я с удовольствием его опишу и о нем расскажу. Еще один год нашего продвижения вперед, еще один год тогда, когда уже далеко не стыдно, а мы уже можем начинать гордиться, но еще впереди очень много чего нужно сделать. И в этом смысле мы вот с Виктором Звагельским, с Леонидовичем Поповичем делаем все возможное, чтобы все-таки изменить законодательство в Российской Федерации, чтобы вино было не только приятно, хорошо, с удовольствием делать, но и это был выгодный процесс, вино из российского винограда. Я действительно увидел достаточно большое количество предприятий, где производится уникальный и потрясающий по своему качеству продукт, который, к сожалению, до сегодняшнего времени поддерживается государством больше на словах, чем на деле. И мы бы очень хотели, чтобы, когда мы здесь соберемся уже через год, у нас был готов не законопроект, а уже был внедрен закон, который бы поддерживал отечественные виноделия, и мы могли бы с гордостью говорить, что открыта дорога российского винограда. Достаточно взять в руки два экземпляра ГИД-13 и ГИД-14, чтобы понять, какое колоссальное изменение произошло с российским виноделиям буквально за вот этот год. То есть накопилась некая критическая масса, когда начался рост качества, начался качественный рост и проектов винных, тиражи лучших российских вин растут, они уже измеряются десятками тысяч, их можно будет купить в широкой рознице. Я искренне надеюсь, что работа, которую провел Артур, она поможет потребителю сориентироваться в российском вине, поверить в него, сделать свой выбор и выбирать российский. То, что нам предстоит до конца доломать эту великую традицию и продавать в Москве российское вино. Она уже частично расшатана, она уже частично разрушена, уже где-то что-то появилось. Но до решительной победы, когда российское вино на полках московских магазинов займет то место, которое оно должно занять, то место, которого оно достойно, нам еще предстоит всем потрудиться. И вот этот гид, с моей точки зрения, этот может быть тот таран, который мы будем продолжать разрушать, ту сцену, которая стоит. Я благодарю вас, но прежде всего я хочу от вашего имени поблагодарить Артура Саркисяна за тот гигантский труд и за эту прекрасную книгу, которую мы сегодня здесь видим. Спасибо, дорогие. Спасибо большое. Господа виноделы, мы разрезаем ленту сегодняшнего винного гида, презентации винного гида. Раз, два, три! Ура! Ура! В принципе, у потребителя на странице гида есть возможность получить всю информацию о каждом конкретном вине, сделать осознанный выбор, найти его в рознице, купить, пробовать, становиться поклонником российского вина, становиться патриотом осознанным вин России. Это очень здорово. Я очень рад принимать участие в этом проекте. Спасибо за это Артуру большое. Я могу гордиться историческим свидетельством. Я видел, как это начиналось. Дело в том, что Артур был приглашен в качестве члена жюри на конкурс российского виноделия в Краснодар. Южная Россия это назывался конкурс. И после, собственно, участия в комиссии, в регистрационной этого конкурса, он сказал на пресс-контре, он был достаточно смел и дерзок, чтобы сказать, что в российском виноделии хороших вин нет. Российского виноделия нет, сказал он. И не прошло и год, как он радикально изменил свой взгляд и стал работать над гидом. Я считаю, что Артур, безусловно, молодец, и, безусловно, он способствовал тому, чтобы российское виноделие стало явлением. А мы сегодня имеем дело с явлением. Мы до сих пор еще находимся в фазе развития. И вот этот вот гид, который уже сейчас выходит второй год подряд, это действительно очень важная веха, очень важный этап, очень важный момент, аспект развития винодельческой отрасли, потому что он, с одной стороны, позволяет потребителю пробовать самые интересные и самые хорошие российские вина, а с другой стороны, он стимулирует очень сильно производителей к тому, чтобы стремиться сделать свои вины как можно лучше, чтобы попасть вот в этот обзор, чтобы попасть вот в этот гид, для того, чтобы стать ближе к потребителю, заявить о своих винах, заявить о качестве производимого им вина. И в этом отношении, конечно, безусловно, выход гида по российским винам – это событие года винного в России. Мы видим, что лед тронулся, даже по сегодняшнему мероприятию, сколько людей приходит, и мы реально видим, что то, что говорил Артур, российские вины появились, есть качественные, хорошие вины. И самое большое достижение Артура, что на сегодняшний день на мероприятие пришло такое количество людей. Он разжег, конечно, интерес у публики винной, понимающей, разбирающейся в винах. И этот интерес, даже трудно было спрогнозировать в прошлом году, что он будет таким масштабным. В принципе, подобная книга является долгожданной для винодельческого сообщества, и она поможет во многом тем людям, которые лишь знакомятся с российским вином, получше, поближе понять и выбрать для себя то прекрасное вино, которое бы они хотели, чтобы сопровождало их по жизни. В России производится около 800 миллионов, если не ошибаюсь, литров вина. Да, вот при таком громадном количестве производства иметь путеводитель, который на самом деле из такого огромного количества выбирает самые лучшие образцы, профессионально их оценить и представить публике, это кроме того, что это интересно профессионалам, это просто это патриотическое дело. Идея пришла в голову Артуру Суркисяну, и мы ее воплотили в жизнь. И теперь наши пользователи могут смотреть отзывы о винах в исполнении мастера. Мы очень надеемся, что сотрудничество помогут нам сделать действительно хорошие, полезные продукты, как в плане туристического путеводителя, так и в плане винного гида. Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Мне очень приятно, что Арту так высоко усыднил мою деятельность. Надеюсь, что в следующем гиде мы займем более достойное место. И, может быть, кто-то из наших виражистов уже станет официальным производителем, и можно будет его поставить на первой странице. Спасибо. Шатуль играм в Востоке. От всей души. Спасибо. Хочу сказать, что отныне мы все участники рынка премиального сегмента Local Premium будем использовать этот справочник как Benich Market, потому что легко, посчитав объемы, определим свою долю рынка. Мы счастливы, что появилось некое собрание достойное, которое признают как авторитетное осуждение абсолютно все участники рынка. Большое спасибо, Артур. Большое огромное спасибо, Стас. Мой группа, ваши депутаты. Ваш, от всей души я тебя поздравляю. Ну и, конечно же, мы хотим вручить тебе, как благая, скажем так, Абра-компания Абра-Удюксёк за высокое качество производительных виндеплом, ну и, конечно же, за усадьбу Тивноморской. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное всем за поддержку, все, кто были рядом, все, кто пришли сегодня на мероприятие. И лишний раз мы убеждаемся, что в России есть достойные, качественные вина. В России есть вина. Поэтому ищите их в магазинах, ориентируйтесь на венный гет, и вы получите колоссальное удовольствие. Спасибо.